В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. В городе началась подготовка к празднованию Дня Победы, когда приводит Саров в порядок. Кожаный мяч-2023 в Сарове проходит муниципальный этап всероссийских соревнований по футболу. Далее расскажем обо всем подробно. В городе началась подготовка к празднованию Дня Победы. Работники дорожно-эксплуатационного предприятия приводят в порядок памятники улицы. Дороги очищают от оставшегося зимы песка, делают разметку, красят ограждения, убирают старые деревья. После зимы на дорогах города осталось много песка. Работники ДЭПа убирают его с помощью специальной машины «Бродвей». Техника сметает мусор щетками, а потом песок поступает в кузов самосвала. Вместе с этим асфальт орошают водой, чтобы прибить пыль. Вслед за «Бродвеем» по дорогам едет уборочный пылесос. Смет вывозят на площадку КБУ, а оттуда мусор забирает региональный оператор. Сейчас по городу собрали 80% песка с пешеходных зон и проезжей части. Пусты подрезаем. У нас уже специальные бригады есть. Пусты подрезаем. Ветки, засохшие деревья, которые аварийные, мы их срезаем. В лесах нет на территории города, которые непосредственно к нам они относятся. Мешают проезду, тротуары, дороги. Также рабочие приступили к фрезеровке тех асфальтовых ям, для которых в марте делали временное покрытие. Сейчас асфальт укладывают на участки в сторону первого КПП. Работы должны закончить в течение 15 дней. К празднику Дня Победы Депа благораживает городские памятники Великой Отечественной войны, а также делает разметки на дорогах города. У Вечного огня обновляют красочный слой ограждений, лавочек и лестниц. Чистят и красят поверхность монумента. После этого приступят к работам у Стеллы 40 лет Победы и у танка около Дворца детского творчества. Красим ограждение, разметку, опять пылесосим, дороги, разметку на дороге делаем. Танк, обелиск по Мире. Также еще, наверное, будет шествие здесь по строительству Захарова. Улица Зернова от воинской части. Вот это все улицы готовят. Все работы к празднику Дня Победы планируют закончить к 3-4 мая. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Оффлайн или онлайн традиционного шествия «Бессмертный полк» в 2023 году не будет. Поэтому организаторы предлагают желающим присоединиться к акции в альтернативном формате. Например, прикрепить фотографию героя на авто или распечатать на одежде. Предусмотрены и онлайн формы участия. Информацию о герое можно загрузить в базу ветеранов через личный кабинет на сайте Бессмертного полка России. Это можно сделать до 30 апреля. Также предлагают поставить фото героя вместо аватара в соцсетях, выбрать фон и подписать фотографию в конструкторе. Пять видов открыток с рисунками пионеров и старшеклассников подготовили к Дню Победы. Авторы работ – ребята из школ 10, 12 и 16. Слова поздравления подготовили активисты Союза детских организаций «Сияющие звезды» и Союза старшеклассников статус. А подписали глава города Алексей Сафонов и председатель городской думы Антон Ульянов. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Проект федерального закона о соблюдении тишины и покоя поддержали в Совете Федерации. Документ устанавливает для всех регионов время запрета на шум с 22 до 7 утра, а также единое время для громкого ремонта с 9 до 19 часов. Исключительно в будние дни с перерывом с 13 до 15 часов. Кроме того, согласно проекту, управляющие компании смогут получить право привлекать нарушителей к ответственности и проводить с гражданами профилактические беседы. Законодатели считают, что в документе необходимо четко прописать, что можно считать шумом. Как отметить День молодежи? Департамент по делам молодежи и спорта проводит опрос о приоритетном формате проведения праздников в Сарове. В этом году его будут отмечать 24 июня. При разработке праздничных мероприятий ДМИС будет опираться на предпочтение горожан. Среди предложенных вариантов праздник в формате молодежного фестиваля с приглашением диджеев или образовательного события с участием известных лекторов и рок-групп. Также можно выбрать вариант с приглашением звезды российской эстрады. Голосование за формат Дня молодежи проходит в группе ДМИСа «Молодежь. Спорт. Саров. ВКонтакте». Поисково-спасательная группа «Рысь. Саров» проводит конкурс творческих работ «Я не пропаду». Возраст участников от 5 до 17 лет. Конкурс посвящен Дню пропавших детей, которые отмечают в мире 25 мая. Можно делать рисунок на бумаге или на компьютере, прочитать стихотворение или создать мультфильм. Прием работ закончится 17 мая. Подробности и форма для заявки в группе отряда «Рысь. Саров. ВКонтакте». В Сарове вновь пройдет выставка дополнительного образования «Досуга для детей». Первое мероприятие состоялось летом прошлого года в парке Зернова. В нем приняли участие более 20 предпринимателей и самозанятых, которые презентовали свои услуги саровчанам. 4 июня ЦБП планирует провести еще более насыщенное мероприятие, задействовав максимальное количество площадок парка. От предпринимателей и самозанятых принимают заявки и предложения по формату проведения выставки. Вопросы по телефону 9-92-63. В детском саду номер 16 прошла стажировка педагогов «Игровая коллаборация». Своими наработками с коллегами из городов присутствия госкорпорации поделился победитель конкурса проекта «Школа Русатома» Никита Казабаранов. Инструктор по физической культуре детского сада номер 16. Подробности далее. Лево-право присели в стали. На смену привычным занятиям физкультуры в детском саду приходят новые инновационные методики. Малыши приобщают к спорту через игру. Вместо сухих команд детям предлагают поиграть в прятки или попрыгать через препятствия, чтобы найти приз и помочь сказочному герою. И всегда есть, например, образная игра. Там дети постоянно в образах. То есть они могут в спортивный зал прийти уже в каких-то шапочках. И они там все превращаются в животных или в супергероев. Вот у нас сейчас много человек в пауков. Кто-то богатырем стал, потому что я вот недавно к ним приходил в образе богатыря. И они это все перенимают. И главное решать свои задачи мне в их игре. Никит Казабаранов три года назад пришел на работу в 16-й детский сад. Вместе с коллегами он начал разрабатывать новую технологию и внедрять ее в занятия. Свою разработку педагоги отправили на конкурс «Школа Росатомы» и вышли в финал, который прошел в Снежинске. Из 20 финалистов выбрали 8 победителей. В их числе оказался Никит Казабаранов. По условиям конкурса, как победитель, он получил право провести стажировку для своих коллег. И в апреле перенять новую технологию в детский сад «Кораблик» приехали инструкторы по физической культуре из 10 городов присутствия госкорпорации. Это сегодня уже у нас третий день. Первый, второй день мы погружали в технологию стажеров. Все им объясняли, рассказывали, помогали. Как-то сами решали какие-то моменты непонятные. Они много делали заданий. Они ознакомились с детьми, учились, как это входить в детскую игру и решать свои задачи в этой игре. А сегодня они уже сами, как бы можно сказать, побывают в моей шкуре и проведут образовательные события сами. Никит Казабаранов стал первым победителем конкурса «Инструктором». И, соответственно, подобного рода стажировки для его коллег, которые ведут занятия физкультуры в детских садах, тоже проходят впервые. Помогали педагогам воспитанники детского сада, носители новых технологий. Также стажеры активно взаимодействовали между собой, готовя общие занятия. Оценивал ход стажировки эксперт проекта «Школы Росатома». С чем сложность? Мы привыкли, что инструктор – это тот человек, который работает в зале. У него есть свои узкие задачи. Они очень важные, но это задачи, которые касаются физического воспитания. А наша задача – нести идею, что развитие ребенка осуществляется в игровой деятельности. И вот сегодня мы соединяем игровые подходы с деятельностью узкого специалиста, как называют специалистов детского сада, инструктора по физической культуре. Участники стажировки будут внедрять технологию в своих детских садах. Возможно, в дальнейшем они, используя полученные в Сарове знания, доработают идеи или представят свои разработки на конкурсе проекта «Школы Росатома». Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Сарова-24. Весенний 61-й городской слет Союза детских организаций «Сияющие звезды» прошел во Дворце детского творчества. Делегаты 14 дружин на пяти площадках подвели итоги работы за учебный год и обсудили ближайшие планы. С выступления сводного отряда барабанщиков во Дворце детского творчества торжественно открылся весенний 61-й городской слет Союза детских организаций «Сияющие звезды». В нем приняли участие делегаты из всех 14 дружин. На пяти площадках ребята подводили итоги работы и обсуждали планы на следующий учебный год. Я пошла на станцию «Галактика». С следующего года я буду вступать в «Галактиане». На этой станции мы рассказывали о себе, то есть кто пришли новые. Мы рассказывали, что мы умеем делать, что мы ожидаем в «Галактике» и чем мы планируем помогать. Потом мы подвели итоги, ответив на вопросы, сделав плакат и написали, в каких городских мероприятиях участвовала. Помимо традиционных площадок в этом году работало и новое «Время первых», посвященное новому движению школьников. Участникам пионерских дружин нашего города предстоит включиться в проекты и акции российского движения детей и молодежи, чтобы каждый школьник имел возможность проявить себя максимально ярко и использовать для других. Мы ее тоже включили в наш слет. Ребята работали по направлениям движения и создавали два интересных проекта. Это «Секрет галстука» и про волонтерскую деятельность второй проект был «Подари радость». То есть эти проекты ребята учились создавать, прописывали цели, задачи, с ними работал советник директора по воспитанию. По итогам смотра конкурса «Диагностика успеха» делегаты подтвердили звание «Дружина доверия» пионерской организации «Радуга» из гимназии номер 2. Звание опорной заслужили «Союз Солнечный» школа номер 5, «Эдельвейс» лицея 15, «Надежда» школа номер 17 и «Альтаир» 20-я школа. Четыре активиста «Союза» удостоены почетного звания «Инструктор», в их числе Максим Кузьмин из лиги «Пламенная». После голосования дирекатов «Слета» инструкторы приклеили свои звезды на специальной стене в штаб-квартире «Союза». Звание инструктора с этим званием я могу обучать свою дружину каким-то личным качеством, например, лидерски, активностью и так далее. В основном мы занимаемся, во-первых, благотворительностью, помогаем всем детским домам и так далее. Помимо этого мы организуем какие-то муниципальные мероприятия и так далее. И помимо этого участвуем в различных акциях, которые проводят, например, недавние движения первых и так далее. Также на «Слете» сформировали окончательные списки получателей сертификатов и патентов на школу пионерских профессий. В рамках мегапроекта «Созвездие творцов» участники встречи обсудили проведенные коллективно-творческие дела и сформировали список на следующий учебный год. Я очень рада, что мне удалось сегодня побывать на каждой площадке, посмотреть, насколько включены делегаты «Слета», понимая, откуда они пришли, и увидеть перспективы работ на следующий учебный год. Я очень благодарна своим детям, своей детской платье «Галактика», что они очень самостоятельно, они за этот год выросли, они уже умеют сами организовывать процесс. На май «Союз Сияющие звезды» планируют несколько важных городских дел – митинги по приему в пионеры, участие в мероприятиях в честь Дня Победы и масштабные празднования Дня Пионерии. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. В Сарове стартовал муниципальный этап всероссийских соревнований «Кожаный мяч». В них принимают участие команды из разных школ города. Дети соревнуются в нескольких возрастных группах. Турнир «Кожаный мяч» впервые прошел в 1964 году. За победу боролись около 170 тысяч команд и почти 3 миллиона юных футболистов со всего СССР. Первым чемпионом стала команда «Чайка» из Минска. С тех пор турнир стал регулярным и проводится каждый год без исключения. Активное участие в нем принимает и Саров. В этом году за победу борются несколько команд. «Заявились участвовать команды школ 13, 16, 17, 11, 12, лицей 3 и клуб с центром внешкольной работы. Самые маленькие – это 12-й, 13-й год, средние – 10-й, 11-й и старшие – 8-й, 9-й год». Начался «Кожаный мяч» 2023 в Сарове с матча между командами 13-й и 16-й школы. Практически сразу синие захватили преимущество и за первый тайм отправили в ворот соперник 7 голов. В ответ 13-й школа не получила ни одного мяча. Та же история повторилась и во втором тайме. «Просто игроки в команде хорошие, отдают передачи, с которых просто невозможно промахнуться. В 16-й школе есть хороший нападающий, у которого хороший корпус. Он может обвести игроков и сможет в принципе забить. Но у нас просто в защите стоит игрок, который ходит на футбол, Климов Саша. Но он вообще непроходимый защитник». Главная цель кожного мяча – популяризация спорта среди детей и молодежи. И если в советские времена в футбол играли практически в каждом дворе и ребята в любую свободную минутку шли с друзьями на улицу, то сегодня гаджеты захватили все внимание детей. Усилия организаторов турнира направлены на то, чтобы вытащить их из онлайна и показать, как можно с пользой и приятно провести время. «В спорте развиваются такие качества, как выносливость, сила, быстрота, быстрота реакции. Все это в жизни пригодится. Ну и, конечно, здоровое питание, здоровый образ жизни. Все это способствует в дальнейшем и для учебы, и для работы». Команда «Победитель» в каждой возрастной группе поедет на областные соревнования. Они пройдут в мае в Арзамасе. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Анна Пилипец.